Всем рукодельный привет! Меня зовут Даша и вы на моем канале о вязании. И в сегодняшнем видео я хочу начать запись нового вязального влога. Показываю вам сегодня, какая у нас прекрасная погода. На улице жара просто. У меня здесь висит сушица, моя готовая работа. Пока вам ее еще не сильно понятно, здесь уже что-то прилетело. Я ее повешала на вешалку, она у меня здесь висит, высыхает. И скоро уже вам ее покажу. Очень этой готовой работой довольна. И она уже входит в готовые работы мая. Сегодня, кстати, 31 мая у нас. И сейчас я с вами переключусь, потому что у меня для вас есть интересная распаковочка. Точнее, не распаковочка, я уже все распаковала. Я вам покажу свои покупки носочной пряжи. Итак, я зашла домой, чтобы вам поподробнее показать свою покупочку. И я ее красиво так упаковала, чтобы вам был красивый кадр в корзинку свою. Блин, очень рада, что купила эту корзинку в фикс прайсе за 200 рублей. То есть, ого, видно, что здесь пряжа у меня зацепилась. Надо будет быть осторожной. Это единственный минус этой корзинки. То, что вот эти вот загогулины, они немножко гнутся. И цепляют пряжу, если пряжу в нее складывать. Но это так атмосферно смотрится. Мне прям хочется, чтобы у меня постоянно эта корзинка была наполнена какими-либо моточками. Чтобы это радовало мой глаз и вдохновляло меня быстрее начать вязать из этой пряжи. У меня постепенно пустела эта корзинка. Я вам наполняла и показывала эту корзинку, когда снимала видео о моих планах на весну. Если вы не видели это видео, вы можете пройти и посмотреть. Я вам прикреплю подсказочку на это видео. Оно уже, можно сказать, скоро будет неактуальным. Потому что завтра уже у нас начинается лето. И нужно снимать уже видео о моих планах на лето. Но я пока еще повременю с этим. Потому что еще думаю, что же я хочу. И давайте я вам буду по одному моточку вытаскивать и показывать. Заказывала всю эту пряжу я в интернет-магазине, в инстаграм. Девушку зовут Ольга. Я вам подпишу ее аккаунт в инстаграме. И она специализируется в основном на носочной пряже. И у нее можно найти то, что я не нашла в других магазинах. То, что сейчас, можно сказать, такие остаточки остались. Потому что новых поставок этой пряжи нет. Некоторые пряжи новых поставок вообще не будет. И если говорить про пряжу, поставок которой вообще не будет, я вам говорю про водопад. Я очень давно искала себе магазин, где можно купить эту пряжу. Потому что я очень хотела ее попробовать. И я нашла, наконец-то, этот магазин. И вот у меня теперь есть три прекрасных моточка этой пряжи. У меня здесь ползают мошки почему-то. Нашла, наконец-то, магазин, где эту пряжу можно купить. Сейчас она стоит в этом магазине 200 рублей за моточек. И я спокойно, со спокойной душой этот аккаунт себе добавляла в подписки уже давно. Но было какое-то недоверие. Все равно существует у нас какое-то недоверие, когда мы покупаем с рук... Ну, когда это не специализированный интернет-магазин с ссылкой, с офлайн-магазином. Когда это продает человек, есть небольшое недоверие. Но я перешагнула через себя, и я очень рада. Мне очень понравилась девушка, общение с этой девушкой. То есть, все очень быстро было. Упаковала, быстро отправила, быстро пришло. То есть, это все буквально вот пару дней. И посылка из Самары, насколько я помню, дошла вот до города Кемерово, в котором я живу. И у этой девушки также есть еще и пряжи и опал, и нако, и всякое разное. То есть, вы перейдите к ней в Инстаграм и посмотрите. То есть, это просто... Это даже не реклама, это вот моя рекомендация. Если вы любитель носочной пряжи и хотите найти то, что сейчас не продается нигде, вы найдете это обязательно у нее. Даже моя хваленая Сиам Калзина у нее есть. Только в двух оттенках, правда, я не взяла, потому что у меня эти оттенки уже есть. И мне они, к сожалению, не интересны пока. Так что, давайте я вам покажу свою хотелочку. Это у нас пряжа. Водопад, пряжа из Троицка. Пряжа, снятая с производства. Я не знаю, уже сколько лет прошло с того момента, как ее сняли с производства. Но у Ольги она еще есть в наличии. И это меня прям радует. 70% шерсть, 30% капрон, что необычно. 400 метров в 100 граммах. Ну, плюс-минус 6 граммов. И цвет это у меня принт 7088. Рекомендуемые спицы здесь у нас 225. Ну, не знаю, ниточка достаточно такая толстенькая. Я думаю, вы это видите. 2,5, скорее всего, я буду вязать. Ну, посмотрим. Если у вас был опыт работы с этой пряжей, можете написать. Я знаю, что некоторые девушки сваливают ее в машинке случайно. Поэтому при стирке в машинке я буду внимательна с этой пряжей. Я заказала себе вот такой вот красивый цвет. Ну, как вы понимаете, серый, желтый сейчас очень сильно актуальен. И этот моточек как раз-таки был в наличии. Почему бы и не взять? Потом я взяла себе вот такой вот принтованный оттенок. Это оттенок номер 7091. Он такой конфетный. И будет ложиться полосочками и небольшим жаккардом. Кстати, у Ольги есть на каждый моточек водопада, как ложится эта пряжа в полотне. Можете, кстати, у нее и посмотреть поподробнее, если вам что-то понравится. И уже в последний момент я решила заказать еще моточек вот такого рыжего цвета. Это цвет номер 0493. Мне просто в определенный момент захотелось рыжего оттеночка, какой-то однотонный. Там был в основном розовый и рыжий. И я решила, что почему бы нет? Рыжий цвет я люблю. И носочки какие-нибудь однотонные, очень красивые, можно с этим цветом получить. И вот у меня 300 граммов водопада отправляется в мою копилочку. Я сегодня буду опять убираться у себя на рабочем столе. И, возможно, в этом влоге опять же вам покажу, как выглядит у меня моя носочная полка. Потому что я хочу опять провести там ревизию и убрать ненужные мотки, которые перемотаны на моталке. И оставить только полноценные вот такие вот заводские моточки, чтобы это все красиво смотрелось. Эту пряжу я откладываю. Дальше я вам покажу, я вам покажу, давайте я вам покажу тоже для меня новинку. Эту пряжу я никогда не пробовала, но много о ней слышала. Да вы все о ней много слышали. Это Ализе Супервош. И у меня ее три моточка. Два одноцветных. И один принтованный. Ализе Супервош. 100 граммов. 420 метров. Цвет это у нас 152. Такой бежевый меланж. 75% шерсти. 25% полиамида. Рекомендуемые спицы 2.4. Она такая прям пушистенькая. И, можно сказать, немножко отличается от всех привычных мне пряж. То есть, вот, допустим, водопад. Она не такая пушистая, как эта пряжа, как Супервош. И так же на Капоха не такая пушистая. Интересно, после стирки она еще больше распушается или нет. Можете тоже написать в комментариях, потому что с этой пряжей я ни разу не работала. И все хотела попробовать ее. И заказала еще однотонный себе серый цвет. Серый цвет это номер 182. Насколько я помню, он называется графит в палитре. И этот цвет очень красивый, особенно в полухлопке. Он тоже такой серый меланжевый. Очень красивенький цвет. И на удивление я нашла еще принтованную. Кстати, можете сравнить, какие по размеру разные моточки. Этот более плотно смотан, поэтому он такой менее пухленький. Это у нас цвет номер 7481. И по долгому рысканью в интернете я все-таки нашла, как смотрятся эти носочки. И он ложится полосами. Полосами без черного жаккарда. Это то, что мне нравится, то, что я хочу. Я не очень люблю пряжи, где идет черный жаккард. Ну, мне не нравится. Просто так скажу. Поэтому я выбираю для себя совсем другие носочные пряжи. Стараюсь, чтобы таких черных сегментов не было, если они не задуманы по узору. Как, например, у меня есть пряжа от опал по картине. И там вся пряжа светлая. Есть черные вкрапления, но они не смотрятся дешево. Они не удешевляют изделие. Вот такие вот... Кстати, тут есть картинка, как выглядят носочки. Вот как раз-таки вот такие черные полоски жаккарда мне не очень нравятся. Но, как говорится, на вкус и цвет. Положу моточки сюда и покажу вам последние два моточка, которые я купила. И это было... Вообще, заказ всей этой пряжи шел именно из-за водопада. Из-за вот этой вот накобоха. Этот цвет, как только накобоха появилась на куделе, я положила сразу в корзину. Но его раскупили просто вмиг. Этого цвета мне не досталось. Это цвет дэнсинг, насколько я помню. Дэнсер даже, танцор. Вот так вот выглядит носочек. И вы просто посмотрите на эти яркие, красивые оттенки. Ярко-фуксиевый, ярко-зеленый, немножечко синего. Ух, у меня прям сердце бьется чаще, когда я вижу этот моточек. И я очень хотела этот моток. И нашла именно вот у Ольги. Поэтому у меня прям сердце теперь магазинчику Ольги просто отдано. Сейчас у нее скоро будет хэппи-фит поставка. И если там будут оттенки, которые я хочу, это просто все сносит мне крышу на носочной тематике. Все девушки, которые любят носочную тематику, меня, наверное, поймут. А те, кто больше по плечевым изделиям, покрутят у виска пальцем и скажут, что мы какие-то с вами сумасшедшие. Но здесь у меня получается пряжа на 15 пар носков. Если я буду вязать, ну, буду считать и хеликсы, и совмещать эту пряжу с другой пряжей, то здесь можно связать 8 полноценных пар разных. И 15, ну, два раза больше связать с добавочкой. Вот эту пряжу я буду извязывать в ноль. Это точно хеликсы. Из нее получится, мне кажется, вот прям... Я очень в предвкушении уже начать из этой пряжи. Я вам не назвала номер цвета. Номер цвета это у нас 32-45-1. По составу 75 шерст, 25 полиамид. Стандартненько. И 100 граммов у нас 400 метров. Так что, если когда-нибудь Нака Боха концепт еще завезут в Россию, потому что, я так поняла, поставок нет не только в каком-то определенном магазине, а вообще в любом магазине сейчас поставок нет, я еще хотела бы радужный цвет купить, потому что Нака Боха мне понравилась пряжа. Я уже вязала из нее носочки. У меня даже осталась в остатках еще красивая расцветка. А давайте я вам, кстати, ее сейчас еще покажу. Тоже одна из моих любимейших расцветок. Сейчас я найду этот клубочек. Вот из такого цвета я вязала носочки. Очень красивый, тоже такой яркий. И вот у меня лежит моточек. Этого моточка хватит на еще одни полноценные носки, потому что первые носки я вязала с заменой резинки, мыска и пятки. То есть у меня здесь граммов 60, насколько я помню, осталось. И здесь хватит на полноценную пару носочков. Здесь идут уже такие длинные секции. То есть длинная красная секция, длинная синяя, небольшие белые секции, но очень красиво. Немножко отошла от темы, но вам показала свои любимые оттенки Нака Боха Концепт. И вот эта пряжа я вообще не ожидала ее увидеть, потому что я даже не знала о существовании вот такого вот оттенка. Я так понимаю, это совсем-совсем старые поставки Нака Боха. Это еще, видите, даже старая этикетка. То есть это не Нака Боха Концепт. Здесь уже еще старые принты изображены. 100 граммов 400 метров. Цвет это у нас номер 86625. И эту пряжу я увидела впервые. Смотрите, как интересно она ложится. Она такая меланжевая, мулине. Идет перекручение серой ниточки. Как я понимаю, тут в основном серая ниточка везде присутствует. С разными разноцветными оттенками. Я прям увидела, сказала хочу и купила. Взяла и купила. Захотелось и купила. И буду теперь радостная, потому что таких моточков я вообще нигде не видела еще. То есть я даже в палитрах не встречала, чтобы оно, видите, как интересно переливается. От розового в оранжевый, в желтый, в зеленый, в темно-зеленый. Потом в голубой, фиолетовый. Мне кажется, эти носки получатся очень красивыми. Хеликсы из них получатся еще более красивыми. Так что вот так у меня получилось закупиться. То есть у меня здесь... Ну, давайте сложим обратно в корзинку, потому что в корзинке они смотрятся намного симпатичнее. Эти моточки. Вот такая вот покупочка у меня совершилась. И это буйство красок, оно просто сносит мне крышу. Хочется вязать носки, забыть просто о всех летних изделиях. Но я не забуду о всех летних изделиях, потому что я обязательно их буду вязать. У меня очень много планов на топы, на футболки, на всякие такие летние джемпера, можно так назвать. Летние пулловеры, какие-то кардиганы. Мне сестра заказала связать ей кардиган. Помните мой кардиган розовый? Ой, розовый. Серый, с желтыми полосками, который произвел фурор, когда я снимала видео о готовых работах марта. Я вам оставлю ссылку, если вы... Прикреплю подсказку, если вы еще не видели это видео. Тогда все хотели мастер-класс на этот кардиган. И возможно, я вам так скажу, мастер-класс на этот кардиган будет, потому что моей сестре этот кардиган очень понравился. И она уже заказала мне пряжу на такой же, только розовый в бело-серую полоску. То есть в ближайшее время я заберу две упаковки розовой пряжи, и мне нужно будет начинать вязать ей кардиган. И, скорее всего, уже по свежим знаниям, по свежему опыту я сниму экспресс-мастер-класс, как связать такой кардиган из пряжи натуральный шнурок, насколько я помню, он называется. Я всегда путаю классический шнурок и натуральный шнурок. Насколько я помню, это натуральный шнурок. Или все-таки классический. Я забыла опять. Но ничего страшного. Эту пряжу вы сможете найти на Валбересе. И я уже много раз ее оставляла на нее ссылки. Так что давайте это подключение я сейчас закончу. Пойду немножечко уберусь на своей носочной полочке. Еще сегодня я хотела повязать образцы, потому что мне пришла новая пряжа. Я уже сняла отдельное видео с распаковкой посылки с пряжей. Вы спросите, почему я не показала вам это великолепие в той посылке. Но мне кажется, это великолепие для той посылки немножечко не подходит. Там всего два моточка носочной пряжи. И вы увидите это все в видео. А вот эти вот моточки хотела вам показать отдельно. У меня прям буйство красок. Ногти яркие, моточки яркие. И хочется их прям вот так вот наглаживать и радоваться им. Так что пойду убираться на своем рабочем столе, на своей полочке. И надеюсь, я сегодня еще к вам подключусь. Совсем вам забыла показать вот это великолепие. Та-да-да-да. Тут осы летают вовсю. А у меня связалась вот такая вот летняя классная сумочка. А знаете, что в ней примечательно? То, что эта сумочка связана из веревки бельевой. Из шнура бельевого. Который я купила в экспрессе. Я купила три пасмочки такого ярко-желтого шнура. Он, к сожалению, вам передается сейчас темнее, чем есть на самом деле. И купила вот такие вот ручки. Но ручки я купила на Валберсе. Они стоили 480 рублей на самом деле. А три пасмочки мне обошлись в 210. По 77 рублей я покупала эту пряжу. И вот три пасмочки в ноль у меня ушли на такую классную сумочку. Сейчас вот летом, мне кажется, самое то с такими ходить. Итак, вот таким вот образом у меня сейчас до уборки выглядит моя носочная полка. Вот эту, скорее всего, полочку я трогать не буду, кроме вот этого моточка. Я его уберу. А вот здесь у меня, кстати, почему вы подумаете, здесь пусто. Здесь у меня корзинка стояла с носочными моточками. Вот эти моточки я уберу. Взади моточки я уберу. Я оставлю только моих красотулек. Эти моточки я уберу, скорее всего, вот сюда, к себе в шкафчик. Либо уберу. У меня есть специальная сумочка для носочных остатков. Сумочку я, кстати, тоже покупала в экспрессе. Я вам ее показывала в прошлых, очень давнейшних видео. Здесь у меня, как обычно, вдохновение мое висит, мои планы ближайшие, что я хочу связать. Но здесь еще не хватает нескольких образцов. Стол я вам не буду показывать, тут полный кавардак. Так что приступаю к уборке. Вот такие пироги у меня получились. Единственная проблема в том, что я не знаю, куда девать пасму Happy Feet. Потому что она нестандартного размера, и она сюда не подходит. То есть она вот так вот слишком длинная. Пополам ее складываешь, некрасиво смотрится. А вот так вот выглядят мои полочки сейчас. Здесь вот прям плотненько все набито получилось. А тут немножко посвободнее. Потому что мотки уже примялись, потому что они здесь плотно стояли. Но мне пришлось убрать 150-граммовые моточки на вид и 7 братьев. Я их уберу немножечко подальше, потому что в ближайшее время это уже осеннее вязание у меня будет. Перед зимним периодом я буду вязать эти теплые толстые носочки. Пока у меня здесь останется. У меня здесь еще осталось вот тут еще одно место. То есть вот здесь вот мне надо будет положить еще один какой-то моточек. Я еще пока не знаю какой. На самом деле полные моточки у меня вот все здесь теперь лежат. Остались только перемотыши. И вот 150-граммовый. 150-граммовый сюда не поместится. Придется какой-нибудь маленький подыскать. И я вот подумала, может быть вот эти вот все клубочки, перемотыши, мне связать какую-нибудь корзинку из того же шнура, вот как, например, я вам показывала сумку из шнура, который в Фикс Прайсе купила. Может купить такой же шнур только, и там есть еще кораллового цвета, и связать себе такую корзинку. У меня вот здесь вот есть наверху корзинка одна, но там у меня лежат остатки. Вот наподобие этой связать корзинки. Это, кстати, была вообще моя первая самая корзинка. И класть туда носочные остатки. Будет и красиво в кадр поставить, и глазам очень будет приятно. Не то, что они в какой-то сумке будут лежать, и я даже не буду знать, какие у меня остатки остались. Поэтому буду думать об этом. На столе я все еще стол вам не показываю, потому что здесь еще завал. Кстати говоря, хочу вам показать готовые работы своей прошлой недели. Не обращайте внимания на вот этот вот проводок, как будто провод от телефона. Это я так закрепляла на блокаторах, чтобы они не сползали вниз, поэтому здесь немножко оттянуто. Такие у меня получились. Женские носочки. Вот так вот выглядит пяточка. Пятка, блин, мне нравится, как смотрится пятка. Серьезно. Максимально простая пятка, на которую не нужно думать. То есть здесь делишь петли на три и идешь убавками. В лицевых рядах только. Здесь не надо никакие повороты делать, не как в бумеранге. Просто до конца ряд довязываешь, возвращаешься изнаночно. Потом по лицевой делаешь убавку в одну сторону. Ну, как убавки на макушке лопатки. Вот так вот получились у меня два носочка. Ой, какой яркий, красивый. Это мои носочки. И вот Сашины носочки. Вот какие. Вот, кстати, можете сравнить. 38 размер и 42 размер. Мои малышки и Сашины. Саша, кстати, их еще не мерил. Я вообще ему, на самом деле, еще не давала их просто примерять. Если честно. У него точно такая же пятка, только на большее количество петель. То есть у меня здесь 64 петли, а здесь 60. И вот такие вот классные носочки получились. И здесь в этой пряже еще был неожиданный для меня сегмент. Вообще неожиданный. Здесь у меня просто нитки еще не заправлены, поэтому все так тянет, что после белого шли какие-то яркие. Видите, они даже выбиваются из общей гаммы носка. Просто как-то ярко окрашенные полосы. Очень странно. Но я их не стала вырезать. Мне бы тогда не хватило на вторую пару носочков. А так у меня ушло все в ноль. Даже не пришлось обрезать нигде ниточку. Серая пряжа еще осталась. Еще хватит, я думаю, еще на одни хеликсы. Мои, кстати, еще покороче. Если бы длиннейших вязала, тоже бы не хватило. Носочки красотульки. Субтитры сделал DimaTorzok. Выбрались погулять, пошли в бор. Саня меня говорит, пошли в бор, повяжешь там. Я сразу собралась и взяла с собой вязание. Надела новый кардиган. Надеюсь, сегодня сфотографируюсь в нем, чтобы красиво вам потом его показать в готовых работах. И взяла новую сумку, которую я вам вчера показывала. Положила в нее свое вязание в проектной сумке. И сейчас идем гуляем. Поснимаю вам немножко, может, красоты. И присяду где-нибудь, повяжу. Так что погуляйте вместе с нами. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не показываю я вам и не показываю свои процессы вообще. Что я сейчас вяжу? Пряжу показала, как мы гуляем показала, кардиган, сумку. А что вяжу-то? Чем занимаюсь? Вот сейчас вы видите мой проект, который я вяжу последние 2-3 дня. Это у меня сарафан. Удивительно, наверное, да? Сарафан из Дивы Плюс. Вот здесь у меня отпарено. Видите, какая она такая шелковистая, прям струящаяся. Низ вот здесь я немножечко прорезала, не отпаренный. Здесь поплотнее уже плотно. Ну, тут поворотные ряды. Я начинала вязать необычным для себя способом. Я вязала отдельно каждую из половинок, так сказать. Делала разные вырезы. То есть эта спинка, она повыше. И это вырез по переду. Перед у меня шире, чем спинка. Для груди специально сделана. И потом сшивала плечевые швы. Делала подрезы и объединяла это все в круг. И вяжу сейчас на круговых спицах 3,75 вниз. Я делала убавки до талии. А потом после талии делаю сейчас расширение. Я не знаю, насколько это заметно, но оно начинается. То есть у меня будет такого А-силуэта сарафан. Хотела изначально сделать просто прибавку в 2 раза больше петель. Так, чтобы они по талии были, как гармошечкой. Но потом подумала, что будет некрасиво. В итоге решила делать постепенные прибавки. Сделаю, скорее всего, прорези по бокам. Не знаю еще пока точно. На данный момент у меня извязано где-то 120, может быть, 130 грамм пряжи. У меня всего упаковка. Надеюсь, мне этой упаковки хватит. Буду еще думать, как мне сделать так, чтобы у меня дива не подворачивалась. Потому что она закручивается. Скорее всего, я резиночкой буду какой-нибудь делать или еще что-то. Здесь буду обвязку делать по горловине. И самое главное, этот сарафан, он с таким глубоким вырезом сделан для того, чтобы его можно было носить только на футболку. То есть мне сейчас очень нравится вот этот стиль, когда на белую футболку надевают сарафан. И вот этот сарафан будет создан именно для этого. Полотно мне очень нравится. Цвет такой хаки. Я не знаю, насколько вам передается. Он такой, я не знаю, холодный хаки. Я бы его назвала. У меня просто против солнца телефон сейчас находится. Я не понимаю. Вам как будто бы как коричневый, может, немножко передается. Вот здесь вот у меня клубочек находится. Выехали на природу. Сейчас возле речки сидим, загораем. И я вот как раз-таки повязываю этот процесс. Дома меня ждет сумка крючком, которая начинала в вязальных тарио-стартах. И сейчас я еще готовлю еще один процесс. Это кардиган для моей сестры. Сейчас я вам покажу образцы, которые я привезла с собой, чтобы еще повязать. Я так думаю, многие из вас помнят вот этот вот образец, который я вязала для вязания своего знаменитого уже, так сказать, кардигана. Потому что на видео, где стоит на превьюшке этот кардиган, уже очень много просмотров. Около 15 тысяч, насколько я помню. То есть для меня это несомненный рекорд по просмотрам. Видимо, вам очень сильно понравился этот кардиган. Вот у меня образец. И меня сестра попросила связать такой розовый. Мне недавно пришла пряжа. Это та же пряжа. И я начала комбинировать. И я не знаю, что-то эти образцы мне не очень нравятся, как контрастируют слишком сильно между собой эти цвета. То есть здесь у нас шел серый, белый. Вот это вот все вот такое нежное, аккуратное. А тут уже ярко вырвиглазное. Я, скорее всего, буду убирать вот эту широкую полосу. Свяжу сейчас еще один образец. Буду убирать широкую полосу. Буду пускать только вот такие тонкие полосы и одинарную полосу. Либо по две полосы, как я делала на голубом своем джемпере, где я пускала серые и бежевые полосы. Так что я надеюсь, что у меня в этом всем ждет меня успех. Я вот так вот вам скажу. Сегодня взяла с собой новое свое изделие, новую свою футболку, которую я вам показывала в начале влога, постиранную. Заправила в ней ниточки сегодня с утра и вот взяла с собой на природу, чтобы, если что, ее сфотографировать или снять небольшой отрывок видео, чтобы вам показать. Сегодня этот влог у нас получается какой-то природный больше, потому что мы уже, наверное, четвертый день подряд на улице прибиваем постоянно. То гулять ходим, то куда-то в город выезжаем, то сейчас вот на природу, потому что на улице очень тепло. Поэтому влог такой вот природный получается. Так что повяжу еще образцы и вы можете пока сказать, как вам вообще вот эти образцы, подходят они для кардигана или нет, или все-таки лучше, когда вот такие вот приглушенные оттенки. Всем привет! Сегодня у нас уже пятница, я хочу записать конечный отрывок этого влога и хочу начать как раз таки с того, что вы сейчас видите на экране. А именно с нового фотофона. Точнее, это не фотофон, это фон для видео, который я купила буквально вчера. Очень сильно вдохновилась, когда увидела эту ткань. Хотела заказывать на Валбелес, а оказалось, что на самом деле она продается намного дешевле в магазине тканей, который есть у меня возле дома. Я просто меня вот кто-то за руку дернул, зайти, говорит, зайди, Даша, спроси ткань, похожую на канву, на мешковину, плетеночку льняную. И женщина сказала, да, есть, и показала мне вот такую вот плотную классную ткань. Я взяла целый метр, то есть тут метр и на метр, наверное, отрез, я не знаю, ширину. Но для кадра как раз таки очень хорошо подходит. Она плотная, я ее погладила сейчас перед съемками, и выглядит очень красиво, такой приятный натуральный цвет. И заплатила я всего лишь за этот отрез 140 рублей. Так что если вы в активном поиске какого-то красивого фона, не белого стола, а какого-то красивого фона, можете попробовать, поспрашивать у вас в магазинах льняную ткань. Мне очень понравилась эта идея, я даже присмотрела там один очень тоненький лен на сарафанчик, но, к сожалению, я не умею шить, так что если я когда-то куплю эту ткань, то буду шить под предводительством своей мамы, потому что мама у меня шить умеет. И что я вам хочу показать? Я вам хочу показать, что вчера я практически ничего не провязала из сарафана, который я вам показывала в прошлом подключении. Я активно занималась вязанием образцов. И образцов у меня получилось превеликое количество. И начнем вот как они лежат, я вам сейчас их по порядку так и буду показывать. Яркие такие ниточки. На фоне на этом очень красиво смотрится. И начнем мы с образца, связанного из вот такой вот пряжи, который я вам показывала в видео о своих покупках. Прикреплю вам подсказочку, чтобы вы, если не видели это видео, посмотрели. А если быстренько про эту пряжу, что я могу сказать? Это у нас пряжа перлина называется. Хлопок-шелк по люрекс. 700 метров в 100 граммах. И я вам говорила, чтобы пробовать связать в две нити на спицах образец в том видео, насколько я помню. Я связала, мне вообще не понравилось, как в две нити на спицах она смотрится, если честно. Я даже стирать этот образец не стала. Но связала крючком. И крючком получился вот такой вот красивый образец. Как по мне, очень красиво выглядит. На загорелом теле. Вот этот вот бежевый цвет, переходящий плавно в желтый. Вам на самом деле не видно, но здесь вот уже добавляются желтые крапинки. Мне очень нравится, как он смотрится. Он просто прям... Я влюбилась в него. И у меня появилась идея из вот этой вот пряжи. Как раз таки связать себе какую-то летнюю футболочку. Крючком с таким ажурным элементом. Либо он будет идти посередине кофточки, либо он будет идти по верху кофточки и рукавам. А не с... Я просто сделаю столбиком с одним накидом. И вот на двоечке у меня вот такая плотность получилась. Это образец уже постиранный. И эту схему я взяла из книги, которая у меня есть. Про книги мы, кстати, сегодня тоже с вами поговорим. И я довольна. На самом деле пряжа мягенькая. Ну, свойства крючкового полотна вы знаете. Идеально мягкое полотно у нас... Ну, я не знаю, из какой пряжи можно получить идеально мягкое крючковое полотно. Немножечко оно, конечно, такое... Не шероховатое, я бы сказала. А, ну, плотненькое. А так струящиеся достаточно. То есть я прям... Чувствую, что это летнее изделие будет. А не будет стоять на мне колом. Потому что на 2,5 крючки я вязать точно не хочу. Я хочу именно вязать на двойке. Но вот незадача двойка у меня только вот такая. Мне надо будет отбегать вокруг мои магазины. Ну, обычные магазины с пряжей, такие оффлайновские. И найти обычный китайский крючок с ручкой силиконовой. Потому что с такой я вяжу захватом вот таким. То есть вот так захватываю крючок. Не вот так, как спицу. Точнее, наоборот, я держу как спицу, не как ручку. И мне неудобно, потому что он тоненький слишком. Тяжело его держать в руке. Поэтому немножко некомфортно себя ощущаю. Пока вязала этот образец, поймала себя на этой мысли, что нужно мне крючок с ручкой. У меня есть, конечно, один крючок с ручкой. Но там он был поломанный и заклеенный. И вот этот клей, он шершавый немножечко у основания. И вязать некомфортно цепляется эта пряжа. Поэтому это был вот первый образец. Я его положу вот здесь вот с краешку. Второй образец, который я связала. Сейчас мы уберем пряжу. И достанем другую бобинку. Из вот такой вот пряжи. Это у нас лен с полиэстером. 950 метров 100 граммов. 55% лен. 45% полиамид. Артикул джинджер. У меня тут 200 граммов. И 210 граммов вот этого желтого. Я вязала вчера образцы. И вот у меня как выглядит постиранный образец в две нити. Это у меня образец в две нити связан. Вот так вот его вам положу, чтобы вы видели фактуру полотна. Насколько она прозрачная. Ниточка, конечно, вот эта очень тоненькая. Вязала я на спицах 3,25. И я подумала, что полностью изделие я из этой пряжи вязать, скорее всего, не буду. Это будет какой-то очень классный декоративный элемент. Типа вставки полосок. Типа, не знаю, возможно, какую-то ажурную кокетку делать. Вот, ну, ажурную имеется в виду уже таким, просто лицевой гладью. Не добавлять никакие ажуры, потому что она выглядит как ажур сама по себе. Полотно жестковатое. Не сильно я бы сказала, что оно струящееся. Но думаю, что после еще одной-двух стирок... Я, кстати, не пробовала стирать ее новым мылом. Надо попробовать, кстати, будет новым мылом. Я забыла как раз-таки про то, что оно у меня есть. Потому что, ну, я его не заказывала. Мне его положили в подарок. Поэтому я даже в голове себе не отложила ту мысль, что это мыло у меня вообще есть. Поэтому надо будет попробовать постирать этот лен этим мылом. Кажется, конечно, что он косит, но на самом деле это не так. Потому что... А, я, кстати, вам задом наперед показываю полотно-то вообще-то. Но это не суть важно. Вот так. Я, кстати, когда вязала в две нити, старалась совмещать так, чтобы было идеально ровно. Толстые сегменты совпадали с толстыми, тонкие с тонкими. И это у меня получилось, как вы видите. И фактура сохранилась. И мне важно было сохранить именно эту фактуру. К телу она такая колковатая. За счет вот этих вот ворсинок, которые есть в пряже. Вот такие вот жесткие ворсинки. Вот, видите, они остренькие такие торчатся. Но я думаю, что классные изделия из этой пряжи точно у нас получится. Положу здесь. И попробовала подмешать к белому полухлопку, который у меня есть. Но получилось... На самом деле, то, что получилось, мне не очень понравилось. Я просто закончила быстро этот образец. И не стала его даже вязать дальше. Постирала. И вот так вот он выглядит. Можно, конечно, подобрать какую-то розовую пряжу. То есть, какую-то вот в цвета фуксии как раз таки. И связать в две нити. Как с компаньоном. Но мне хочется сохранить вот эту фактуру, как на первом образце. Поэтому этот образец смешано с белым цветом, кстати. Если так непонятно. Не знаю. Так, и следующие образцы я вам уже их показывала. Я вам уже их показывала в прошлом подключении. У меня их аж четыре штуки. Ну, пятый это не к этому процессу относящийся. Вот вы видите перед собой сейчас четыре образца. И я вам сейчас предлагаю поставить на стоп. И сказать, какой из этих образцов для вас максимально привлекательный. Если бы вы вязали кардиган в клеточку, как я вязала свой серо-бело-желтый. Прикреплю вам видеофрагмент с этим кардиганом. Или фотографию, например. Какое сочетание вы бы выбрали, если бы основным цветом вам сказали, что нужен розовый. Как мне сказала моя сестра. Это кардиган будет для моей сестры точно такой же, как у меня. И я была в ступоре. Вязала эти образцы. Вот, допустим, раз, два, три, четыре. Вот, напишите, какой из вас более привлекательный. Первый, второй, третий или четвертый. Можете, кстати, попробовать угадать. Я уже с сестрой связалась. Она уже сказала, какой из этих образцов ей нравится больше. И мы будем... Точнее, я уже буду приступать сегодня к этому изделию. Так что мы с вами написали, скорее всего, комментарий. И я продолжаю вам рассказывать. Этот образец сразу уходит у нас не в топку, а, так сказать, в хранилище образцов. Это была моя задумка. Я даже не показывала этот образец сестре, потому что он мне не понравился от слова совсем. Слишком рябое в этом месте и слишком четкие вертикальные полосы. Мне кажется, не очень симпатично это здесь смотрится. Если бы они одинаково смотрелись по толщине. Если бы пускать, например, два ряда серого, два ряда белого, два ряда серого, то тогда, может быть, они не совпадали бы по толщине и смотрелись посимпатичнее. Вот так вот выглядит, кстати, изнанка. Если вы не знаете, как вязать вот такие вот вертикальные полосы, у меня есть мастер-класс на вязание клетки. Я рассказываю там про разные техники, как делать по изнаночной стороне, по лицевой стороне, вертикальной, горизонтальной. Я вам прикреплю тоже подсказку. Если вам интересна эта тема, можете пройти и ознакомиться. Следующий образец. Сначала у меня были связаны вот эти два. Я долго разрывалась между ними и в итоге подумала, что вот этот вот будет очень хорошо смотреться. Но потом я прошерстила свои запасы и нашла, кстати говоря, про пряжу. Это одна из моих любимых пряж бюджетных. Пехотка классический шнурок. Покупаю я ее на Валбересе. Раньше она стоила 130 рублей за упаковку из пяти мотков. Вы представляете? За 130 рублей сейчас даже одного 50-граммового моточка-то в офлайн-магазине не купишь. И те, кто успел купить как раз-таки по такой цене, вы просто молодцы. Хорошо, что я тоже успела нагрести. Сейчас она стоит по 350 рублей за пять мотков. Но это все равно более-менее бюджетно. 700 рублей за упаковку из десяти мотков. Плюс еще доставка до вас бесплатная. Это у нас 135 метров в 50 граммах, 60% хлопок, 40% акрил. И цвет у меня нашелся серо-бежевый. Одна упаковка. Изначально этот цвет мне очень не понравился, когда я его получила. Я вроде даже в распаковке этой посылки рассказывала о том, что этот цвет не привлекает меня совсем. И он лежал у меня запакованный. И когда я вспомнила про вот этот кардиган, что мне нужен какой-то теплый оттенок, потому что это мне казалось слишком холодно для этого кардигана. Я достала эту пряжу. И, кстати, про цвет розовый, если вам будет интересно. Она хотя одна розовая. Это цвет 370 флокс. Заказала сестра мне две упаковки. Кардиганчик. И вот этот образец стал моим безупречным фаворитом. И этот образец стал фаворитом моей сестры. То есть мы будем начинать вязать кардиган в этом сочетании. Я довязала буквально вечером вчера этот образец. Даже его не постирала. Вот эти постиранные, видите, они такие более-менее ровные. А этот еще такой объемненький, хотела сказать. Как ребристые петлики не стоят на своих местах. Поэтому у нас остается вот этот вот образец. Также сохраняем белый цвет. Берем этот серо-бежевый и желтый. Очень красивый мне... Ой, желтый. Серо-бежевый и розовый. И мне кажется, очень красиво будет смотреться. Сочетание очень привлекательное для меня. В последнее время мне нравятся какие-то бежево-серо-бежевые. Теплые, серые. Даже оттенки, можно так сказать. Если так можно обозвать серые оттенки. Наверное, они все холодные. Но хотя есть потеплее. Немножко философии. Немножко размышлений, мыслей вслух. Так. И я буду приступать по своим расчетам старым. Вязать точно такой же кардиганчик. Мне нужен кардиган один в один. Потому что сестра его примеряла. По размеру он ей понравился. И потом будем подбирать пуговицы. Что-то слишком много розового в кадре не находите. Вот. Фуксия цвет. Вот. 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 И ногти еще. У меня прям цвет настроения розовый. С образцами с этими мы разобрались. С образцами с этими мы разобрались. Я положу вот здесь вот так вот. Пусть лежат еще. Хотя давайте я этот уберу. Положу тот, который мне нравится больше. Вот этот. Так, мне кажется, намного симпатичнее. Убираем эту бобинку. И я вам буду показывать еще одно. Еще одни образцы. Из пряжи, которая на меня произвела огромное впечатление. Это пряжа феза турецкая. Которая я также показывала в последней распаковке посылки. Я перемотала эти моточки уже на моталке. Мотается, кстати, она достаточно хорошо. Расскажу про ее сейчас минусы. Именно на образцах. И давайте покажу вам. Ну, черный оставлю на потом. Он даже такой прям темный-темный, кажется. Начну с розового. Розовый он показался мне слишком фантазийным. Но, возможно, я просто не дошла еще до ленточек. Потому что примерно одна и та же пряжа используется в разных цветах. Первая нить у меня шла. Это нить вот с такими пупырками, можно сказать, шишечками. И вот так вот она выглядит. Она достаточно эластичная, мягкая. И подмешать ее к другой пряже будет очень классно. Потом это же нить с добавлением мягкой травки такой. И она на ощупь очень напоминает Нака Париж, если честно. Очень только длинноворсовый такой Париж. Мне Париж нравится. Я вязала себе даже джимперочек такого цвета горчичного зимой, насколько я помню. И поэтому мне очень это нравится. Потом у меня переходила пряжа вот в такой вот шнурочек. Шнурочек очень, кстати, даже не шнурочек, он как ленточка, очень приятный. То есть он такой мягкий, немножечко как будто бы велюровый, но он таковым не является. Я думаю, что это вискозовый шнурочек. И дальше у меня пошла плюшевая пряжа, и я закончила вязать этот образец. Я могла бы и завязать, конечно, весь моток, но решила поберечь немножко свое время. И что я вам хочу сказать по поводу этой пряжи. У меня появилась просто классная идея пустить эту пряжу. У меня два матка таких розовых, ну и два матка черных, на рукава. Ширина этих, ну допустим, рукав мы сделаем немножко пошире, и вот ширина полос будет вот примерно такая. И это классно будет смотреться внизу на рукавах-фонариках. То есть здесь мы свяжем резиночку с вами, а фонарик до локтя будет вот такой вот фантазийный. И надо подобрать как-то грамотно пряжу, либо бежевую, либо какую-то такую вот молочную. С молочной, кстати, наверное, очень красиво будет смотреться. Либо молочную, либо бежевую. Либо розовую, чтобы прям так девочка-девочка. Но пряжа мне очень понравилась. Хорошо, что я нашла этот магазин, и жалко, что там очень мало осталось расцветок. Минусы этой пряжи. Каждая пряжа, как я поняла, привязана узлом. То есть тут нет перехода от одной пряжи к другой, такого, как в матке обычном, машинного такого перехода. Тут узел, везде, на каждом переходе идет узелочек. Причем такой руками связанный узелочек. Я их не стала развязывать, они мне никак не мешали. То есть вот здесь вот даже не видно, что я где-то... Ну вот тут вот немножко видно, что в середине ряда у меня началась другая ниточка. Дальше у нас с вами пойдет там потом ленточка вот такая вот блестящая, красивая. А потом плюшевая с люрексом, да, плюшевая с ниточками люрекса, ленточка такая красивая. Плюша опять, ленточка такая. Кстати, такой ленточкой я вроде еще не вязала, но она там в матке еще есть. А, даже вот она раньше начнется, вот сразу после плюшевой. Так что пряжа очень классная. Если у вас есть возможности, вы любите такие фантазийные пряжи, мне кажется, что попробовать определенно стоит. То есть это прикольно, если не боитесь синтетики, потому что в основном вы понимаете, что это тут синтетика. Тут малый процент вискозы содержания. Вот я думаю, это вискозовый шнурок, это с добавлением хлопка пряжи. Это полистер, микровелюры всякие и прочее. Но мне кажется, даже за такую стоимость в 280 рублей 100 граммовый моточек я бы купила еще. Положу вот так вот вам рядом. И буду показывать черный цвет. Черный цвет очень тяжело передается. Но я даже не знаю, как вам его так грамотно показать. Я сейчас постараюсь включить освещение искусственное. И, возможно, так будет вам намного лучше это все видно. Я была права, с искусственным освещением видно намного лучше. Но вам она теперь отливает синим цветом. Вот это прям черный-черный. Синий цвет, это у нас идет вот этот вот велюр, как вот здесь, с пупырками. Не велюр, а травка с пупырками. Потом у нас идет там ленточка вискозовая. Вот здесь вот, я не знаю, видно вам или не видно. Вот она. Ниточка с люрексом. И дальше идут повторы. То есть тут даже есть какая-то схема. То есть они повторяются рапортами, эти полосы. И я связала вот такой вот красивый образец. Ну, конечно, вам сейчас ничего не понятно. Буду показывать ближе. Тут идет такая же ленточка, как вот здесь вот розовая. То есть вот такая. Идет такая же черная ленточка. Очень приятно ее вязать, кстати. Но на зингах это прям... Не могу вязать на зингах вот такие вот пряжи. Там, где выбита надпись размер спиц. У меня они разъемные, эти спицы. Там жутко цепляется пряжа. Прям вот знаете, аж до скрипа зубов она цепляется. Поэтому я могу вязать только какие-то обычные... Что-то не цеплючее. Эту пряжу прям вот именно вот эту не смогла. Потом пошла вот такая красивая лента. Она толстая. Вот выглядит следующим образом. Я здесь решила даже попробовать узор с вытянутыми петлями. Мне кажется, очень гармонично и красиво смотрится. Она расширяет полотно, потому что нить достаточно толстая эта ленточка. И смотрится очень красиво. Потом идут пупырки, как я их уже называю. Фантазийные с добавлением люрекса. Скорее всего, вам не очень хорошо это все видно. Но черный цвет очень тяжело показать. Дальше идет вискозовая ленточка. Отличающаяся от вот этой ленточки. Она более плоская. Она более плоская. И на ней видно вот все погрешности вязания. На спицах я вязала, кстати, 4 мм. Если вам не сказала. И дальше у меня пошел в велюр. Вот этот вот черный. Такой длинный образец у меня получился. И я прям уже сплю и вижу, как я добавляю сюда черный гавайи. Именно вот в эту пряжу, которая прозрачная. В ленточку, возможно. И пуская полосами вот эту пряжу в топ стиле Брюнелла Кучинелли. Добавляю пайеток. Делаю прям, как есть серия косметики Шайн Бомбита. Вот прям Шайн Бомбита делаю. Если буду вязать такое изделие, надо будет так его и назвать. И прям довольно-довольно. Связала тут даже подлиннее этот образец у меня получился. Но удовольствие я получила немало от вязания. Вот только есть минус, что здесь вот толще. Но можно это как-то вырезать именно этот сегмент. Кстати, да, вот вам видно здесь узел. Вот узел. Ну тут каждый переход узел, а бывает еще вот в этой ленте вроде бы. Насколько я помню. А, ну вот получается узел идет. И вот узел в самом начале. Тут буквально метр ленточки прошел и был еще один узел. Узлы здесь самый большой такой минус. Но для меня узлы как таковой не минус. Если вы работаете с клеем, я не знаю, с черным. Я вот, кстати, хочу попробовать текстильный вот этот клей для склеивания кончиков. Если вы, кстати, пользовались таким клеем, можете написать мне об этом в комментариях. И я ваш опыт приму к сведению. Потому что очень интересно, как с этим всем работать. И вот я занималась именно вчерашний день вязанием образцов. Чтобы вам показать эту всю пряжу наглядно. Потому что в видео о покупках это было как-то неправильно, что я не показала эти образцы. По вязанию, что у меня? У меня вяжется мой сарафанчик. Из пряжи Дива Плюс. Я заканчиваю практически вязать... Сейчас я достану моточек. Второй моток. То есть у меня вот столичек от второго мотка осталось. И сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Надеюсь, в кадр у меня это все поместится. На природе, конечно, было намного легче это все показывать. Я вчера примерила. Пересняла на спице 100. Чтобы вязать дальше. Вязала на 80. И вот перехожу. У меня вот расширяется здесь полотно по бедрам. Я здесь до уровня... Как это называется? Костей таза, которые спереди у нас выпирают косточки. Я не сильно сильна в этих определениях. Но, надеюсь, вы меня поняли. Завязала вот примерно до этого момента. Все мне очень нравится, как она смотрится. Надо ее еще будет один раз отпарить. Отпаренная Дива это просто теперь моя любовь. И буду продолжать этот процесс с превеликим удовольствием. На спицах 3,75. Из-под спиц просто летит по кругу. Лицевая гладь, делай только успевая прибавки. И здесь у меня, не показала вам в прошлый раз, уже есть новые маркирочки. Милые с котиками. Я прям ми-ми-ми-ми от них не могу. И вот здесь вот второй. Где вы еще такие милые маркирочки встретите? Даша любительница всего кошачьего. Так. С кардиганом тоже я сегодня буду разматывать, скорее всего, новый моток. Потому что тут осталось буквально ряда 3-4 связать. из этой пряжи. И что я вам еще хотела показать? У меня сейчас заканчивается память. А, я вам не показала еще один образец. Представляете? Он у меня здесь спрятался. И у меня как раз таки есть несколько минуточек вам показать вот такой образец. Помните пряжу, которая не передавалась? Вот видео как раз таки о покупках, которые я не могла передать бобинка, как выглядит. Вот так вот выглядит эта пряжа в полотне. Тут оказывается люрекс не во всех утолщениях идет, а лишь в некоторых. И цвет этих утолщений немножечко меняется. Темнее, светлее, темнее с люрексом, без люрекса. И это очень шелковистая пряжа. То есть, она прям струящаяся. И я вижу из нее летнюю струящуюся футболку. Оверсайз такую, знаете, которую можно в джинсы заправить. И она будет так разлетаться на тебе красиво. Возможно, я пущу даже какие-то валаны, потому что валаны из этой пряжи будут смотреться просто великолепно. У меня есть небольшие задумки по этому поводу. Я как-нибудь вам расскажу об этом поподробнее, когда уже буду начинать вязать это изделие. Возможно, даже на это изделие буду делать мастер-класс. Но пряжа очень классная. Это 90% вискоза. И там что-то люрекс и чуть-чуть ПА, насколько я помню. То есть, 4% люрекса и 6ПА вроде что-то подобное. Но это бесподобный образец. Вязала на спицах 3,25. У меня все тонкие образцы связаны на спицах 3,25. У меня просто нету троечки. И сегодня я узнала, что в одном магазине... Не буду вам говорить этот магазин, потому что вы по-любому там все разкупите. Только ц... В этом магазине я увидела, что Лики Блаж, оказывается, продаются не только наборами, а можно купить и отдельно. И я хочу... Ну, не знаю, ну точно не в ближайшую неделю это будет. Купить себе пару спиц Лики Блаж и леску Книп, который вот крутится в патроне. И возьму себе тройку, потому что тройки, как оказалось, хорошей тройки у меня нет. У меня есть много всяких разных спиц, а вот именно тройки нету. Даже в наборе моем китайском нету троечки. Так что я вас хочу еще, кстати, спросить. Кто вязал на спицах Лики? Скажите, пожалуйста, леска от Лики подходит к Нитпро, например, к смартстикс? Какие у меня еще спицы есть съемные? Вот, ну, Нитпро в основном и смартстикс. Если подходит, то это все офигенно. Также девушка в комментариях, точнее не в комментариях, девушка написала мне сегодня. Даже, или нет, вчера вечером в Инстаграм. И попросила рассказать про книги, которые я использую для вязания. Какие я рекомендую, какие не рекомендую. У меня книг на самом деле не огромное количество, их всего 6 штук. И сейчас я вам их по-быстренькому покажу и в этот влог вставлю. Потому что вопрос, как по мне, не стоит отдельного видео. Потому что книг у меня не слишком много, но они очень тяжелые. Я положу пока так. Начну с самой первой книги, которая у меня появилась в коллекции. Это Элизабет Циммерман. Вязание без слез. Эту книгу мне подарил Саша. Я у него ее попросила. У меня здесь есть даже закладки. Я здесь смотрела по поводу вязания носочков. Здесь в книге, в этой, очень много интересных статей. Именно для начинающих, ну и для более опытных вязальщиц. Книжка, я вам скажу, старая. То есть это переиздание старой книги. Книга, насколько я помню, оригинал, а вот, с 1971 года. То есть там не такие популярные модели. Не такая свежая информация. Тут нет каких-то новых приемов, если такие были придуманы. Здесь есть интересные наборы, интересные закрытия петель. Книжка небольшая, очень удобная. Я ее просто сейчас пролистываю и вам говорю, чтобы не забыть ничего. Здесь есть некоторые, так сказать, мастер-классы, но не полные. То есть тут нет такого, наберите столько-то петель, вяжите так-то, 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 и у вас получится свитер. У вас есть логика. То есть тут больше связана книга с рассказом писательницы о своем опыте. То есть как она мыслила, когда вязала то или иное изделие. Книжка интересная, я ее пока не осилила полностью прочитать, потому что не нашла пока времени именно сесть и прочитать ее полностью. Но если мне нужна какая-то информация, я первым делом обращаюсь к этой книге. Я вам, кстати, могу показать оглавление, точнее содержание, чтобы вы примерно понимали, что здесь внутри в этой книге. Я вам так вот покажу, ничего зачитывать не буду, вы прочитаете. И вот так. Даже есть статейка про ВТО, очень интересная. Следующая книга, которая у меня появилась, эту книгу мне подарила моя мама на 8 марта. Я долго хотела эту книгу от Норы Гуон, энциклопедия узоров, косы, жгуты и арана. У меня здесь очень много всяких разных закладочек на узорах, которые я хочу связать. Эту книгу я не могу вам полностью показывать внутри и пролистывать. Я, наверное, скорее всего ее не буду. Скажу вам так. Книга наполнена схемами, очень интересными схемами, очень интересными жгутами, панелями. Есть статья о том, как совмещать между собой эти узоры, то есть как получить свой неповторимый узор. И есть еще, как вам сказать, не описание, а как мини-мастер-классы, как связать то или иное изделие в конце книги. То есть тут в конце книги есть как вязать юбку, кардиганчик какой-то есть, пулловер, шапку вроде, насколько я помню, видела, платок. То есть если вы новичок, можете попробовать даже связать по таким описаниям. Я по этим описаниям вязать не пробовала. Пробовала вязать только по схемам из этой книги. Но в этой книге встречаются ошибки. То есть я когда вязала узор, я нашла, что перехлест здесь указан неправильно, я себе исправляла в книге. Точнее не в книге, а на листочке писала себе, что неправильно, здесь так не надо делать. Иногда бывает в схеме правильно, что удобно в этой книге, в ней есть и схемы, и описание, как вязать этот узор, порядные. То есть для тех людей, которые хорошо читают схемы, вот вам схема. Для тех людей, которые хорошо читают именно письменное описание, порядное, вот вам письменное порядное описание. То есть каждый найдет для себя, как ему удобнее будет вязать. Нет каких-то замудренных, как в японских узорах, непонятных петель, которые приходится гуглить, как их вязать. То есть тут все интуитивно понятно, и думаю, даже новичок справится. Но схемы сами по себе сложные, именно в количестве переплетений, внимательность ко схеме должна быть. Тут нет каких-то особых петель, есть именно сложности перехлестов. Вот. Можете, кстати, посмотреть, вот здесь вот внизу есть несколько узоров красивых. Мне, кстати, понравился очень вот этот узор. Вот этим узором я пробовала вязать, в нем как раз-таки есть ошибка. Насколько я помню, если я не путаю, конечно, этот узор с другим узором. Ну, вроде этот. Просто это было уже очень давно. И вот этим узором, который идет на главной страничке, я вязала шапку. Шапка получилась, не сказать, что удачная, потому что пряжа, она не подходила для этого узора. Если бы была пряжа более такая объемная и пушистая, немножечко еще бы раскрылась, выровнялась после стирки, то было бы очень красиво. Тоже мне понравилось, как это все смотрится. Очень так красиво можно по низу изделия пустить, или по кокетке, например, очень красиво будет смотреться. Узоров здесь большое количество, только спицевых, как вы понимаете, узоров. Так что вот эту книгу я рекомендую к покупке. Я ей пользовалась, то есть я пыталась вязать платье из этой книги, но с платьем у меня не получилось именно из-за пряжи, опять же. Шапку вот как раз-таки эту вязала и шарф вязала с узором косами. У меня, к сожалению, нет фотографии этого шарфика. Но получилось тоже очень красиво. Книга достаточно дорогостоящая. Даже я покупала на тот момент ее за 1316 рублей в Читай-городе. Даже не знаю, сколько она стоит сейчас, но думаю, что на скидках вы точно ее сможете себе найти. На этой книге на следующий я останавливаться слишком не буду, потому что я уже показывала эту книгу в одном из своих последних видео. Я прикреплю подсказку в каком, потому что я на слух сейчас не помню. То есть не на слух, а в памяти не могу воспроизвести какое это было видео. И я там в конце показывала и рассказывала про эту книгу, что я там пытаюсь сейчас вязать. По описанию пока из этой книги не вязала. И какой-то общий, развернутый, так сказать, совет, ответ по этой книге я дать пока не могу. То есть я связала пока одну только пятку и никакие описания пока не использовала. Но книгой я очень довольна, потому что я очень давно ее хотела. Поэтому она у меня лежит и ждет, когда у меня руки дойдут до носочки, до носочков и до моей носочной пряжи. Потому что носочной пряжи, как вы понимаете, у меня сейчас очень-очень много. Я, кстати, хочу ближе к осени, скорее всего, у меня появится, я думаю, еще носочная пряжа. И снять вам большое видео о своих запасах носочной пряжи. И посмотреть, сколько мы с вами сможем извязать за осень и зиму. Думаю, это будет интересно. Эту книгу я покупала за 830 рублей. На Валбересе она была на скидках, так что ждите скидки и берите выгодно. Эту книгу мне тоже подарила мама с моей сестрой. Они ее мне подарили на день рождения. В прошлом году на мой день рождения мне пришла эта книга. Я ее также показывала в видео и показывала, кстати, узоры из этой книги. Тоже вам прикреплю подсказку на это видео. Вы можете прям подробнее посмотреть. Я там закрывала схемы листочком и показывала, какие есть красивые узоры. То есть вот прям подробный-подробный обзор этой книги есть там. Книга прям то, что я хотела. Я, начиная от обложки, как это выглядит дорого, богато и классно, заканчивая наполнением. То есть книга, которая просто вдохновляет больше вязать. То есть ты хочешь прям вот крючковые схемы здесь настолько вдохновляющие, что я решила... Решила... Вот, кстати, из этой книги я вязала образец... Вот этот образец, я брала схему из этой книги. Я вам, кстати, даже если у вас есть такая книга, могу вам сказать... О, вот так вот могу вам показать образцы, кстати. Какие есть здесь узоры прикольные. Вот это... Тут неизбитые узоры. Самое интересное, что узоры новые, особенно с добавлением вышивки. С добавлением мне очень понравилось, как здесь миксуется люрекс с обычной пряжей в крючке. Очень классно. Вышивка. Необычные схемы. Возможно, для кого-то эта схема уже избитая. Для меня это прям навьё-навьё. То есть вдохновляясь по полной. И здесь ещё в конце, насколько я помню, тоже должно быть. Вот. Ну, смотрите, какая красота с люрексом. Даже есть такой жаккардик с люрексом. Прям... И мне нравится, что автор... А автор этой книги мужчина, кстати, если вы не знали. Я думала, что Хироси Митсухару это женщина, а это оказался мужчина. Неожиданно очень для меня. Эта книга, к сожалению, в районе тысячи рублей стоит. Я не помню точно, потому что это как раз-таки вот был подарок. Но я знаю, что её заказывали с Валберисом, моей мамой-сестрой. Потому что на ней была целлофанка и на ней наклейка от Валбериса. Книга пришла в идеальном состоянии. Она до сих пор у меня в этом же состоянии находится. А, я вам хотела сказать номер схемы. По какой я вязала свой образец. Сейчас я вам скажу. Это ёлочки-ракушки. Двадцатая схема. Только в этой схеме я не использовала, не делала один элемент. И вы, если опытная вязальщица в крючке, вы это поймёте. Потому что вот здесь вот внизу у меня есть вот такая шишечка. А вот тут её уже нет. Потому что я эту шишечку решила убрать. Она мне показалась здесь ненужной. Придает лишнего вот здесь вот растягивания полотну. Так оно более присобранное и красиво смотрится. Так что вот эта книга для вязания крючком, для вязания спицами. Очень интересная и классная. Я ни разу не пожалела. И думаю, что если я даже начну продавать свои книги, я эту книгу не продам вот ни за что, никому и никогда. Хочется связать просто каждый узор из этой книги. Так, с этой книгой мы тоже поокончили. Эта книга самая, наверное, ненужная книга из моих книг в моей коллекции. 6 тысяч плюс витеров, джемперов и пуловеров. Универсальный конструктор для вязания любых моделей на все размеры. Мне очень повезло. Эта книга досталась мне за бесценок. Я купила её за 400 рублей в уценке совместных покупок. книг. То есть эта книга шла по уценке, потому что она была с битыми углами. И где-то здесь ещё была какая-то у неё проблема. То ли она грязная была, я её отмывала, то ли что. Такая она немножко пошарпанная. У меня все книги стоят на одной и той же полке, поэтому если уже были отбиты уголки, то это не я их отбила, потому что вот даже по этой книге видно, в каком она идеальном состоянии. Хотя я ей пользуюсь. Эта книга, она большая таблица размера расчёта по плотности петель и на все размеры. Неправильно объясняю, нелогично. Сейчас я вам скажу. Книга наполнена таблицами. Вот, например, я открываю, тут есть, как вязать регланы, причём регланы сшивные. Как вязать карманы, горловины. Это всё, конечно, интересно. Я вот даже вязала отсюда капюшон. То есть есть интересные моменты, но в основном эта книга, вы видите, насколько она толстая. То есть она прям увесистая, большая книга. Она наполнена не схемами, а таблицами. И вот, например, рукав. И здесь верхний столбец, это размеры 42, 44, 46, 48 и до 56 размера. И внизу идут номер спиц, которыми мы хотим вязать. То есть если мы будем вязать с вами тройкой. Тройкой, причём эта тройка, не наше наименование. То есть тройка, надо постоянно возвращаться в конец книги и смотреть по таблице, чему соответствует тройка. Кстати, здесь в конце, я забыла вам сказать, есть даже, я вам вот так вот покажу. Варианты пулловеров. Вот, например. Как тут реглан-погон есть, вот обычный такой вот, так сказать, конструктор. Посмотрите, что можно связать из того, что мы вам предлагаем в книге. Вот, например. Здесь уже нету. Здесь вам в книге рассказывается, как полностью с ней работать в самом начале. То есть я вам сейчас не могу прям досконально объяснить. Прям мысли в кучу от этой книги идёт. Есть табличка, где указано, сколько вам петель набирать на определённый размер в зависимости от спиц, которыми вы вяжете. То есть вам нужно как будто бы плотность свою подгонять. То есть если вы вяжете на спицах 3,25 и там, например, 100 петель у вас не будет по ширине 50 сантиметров, то вы не попадёте в размер в этой книге. Я пыталась одно изделие, прям честно пыталась одно изделие вязать по этой книге. Я его связала. И оно получилось по размеру. Я это изделие вам показывала, но сейчас не буду на нём заострять внимание, потому что это не сильно важно. Я потом всё равно немножко прибавляла и убавляла петли, потому что там было много узоров. И косы, и ажуры, и мне пришлось там подгонять под рапорты. Но если вы хотите купить эту книгу, я думаю, что она вам не нужна. То есть если вы, конечно, настолько ленивый человек, что... Ну, не ленивый, а ленивый это как-то грубо, наверное, будет сказано. Настолько человек, который не любит делать расчёты, возможно, по каким-то диким скидкам её вы можете себе купить и попробовать что-то повязать. Есть интересные моменты, как вязать карман, как делать убавки на каких-то проимах и прочее, на горловине. Как вязать V-образную горловину, как делать обвязки. То есть если вам для новичка это нужно, то можно, конечно, это всё найти в других книгах. У меня нету больше книг по обучению, кроме как следующую я вам покажу. Поэтому я даже не знаю. Мне эта книга не зашла. То есть она мне оказалась ненужной. И она пока у меня мёртвым грузом на мне висит. Возможно, я попытаюсь там, может быть, её продать, выставить на продажу. Но я даже не знаю, стоит ли. Пусть пока будет у меня. И если потом у меня будет какая-то идея. Но она прям увесистая. Сколько здесь страниц? Страниц 300, я думаю. Да, 260 страниц в этой книге. И она огромная. И последняя книга. Мой раритет. Эта книга досталась мне от бабушки. Моя бабушка вязала и меня научила вязать. М.В. Максимова. Азбука вязания. Я вам сейчас скажу, какого года эта книга. Эта книга так хорошо сохранилась. Вот видите, не побитые ни углы, ничего. Потому что моя бабушка, она очень бережно относилась к книгам. И она эту книгу, я не знаю, возможно, многие так раньше делали, сделала ей обложку из обоев и подписала сверху азбука вязания. То есть я потом взяла и сняла эту обложку и увидела под ней такую красивую книгу. Я всю жизнь думала, что там просто нет обложки. Поэтому сделана такая временная. Но на самом деле все оказалось намного, намного проще. Бабушка просто ее берегла. И я вам хочу показать, точнее рассказать. Это книга, по которой я училась вязать. То есть это первые узоры, которые я училась вязать. Я не знаю, могу ли я показывать эту книгу в кадре. Не могу. Книга 1986 года. И можете почитать, что здесь есть. Тут прям уроки и по пряже, и по вязанию, и вязаная одежда. Тут есть и вроде как описание, но по ним я не вязала. Есть интересные узоры, но минус в том, что книга не полностью цветная. А узоры, я вам сейчас постараюсь показать. Вот тут, например, как совмещать крючковое полотно с полотном спицевым. То есть все подробно. Здесь выкройки, подробное описание. Я не пробовала вязать, поэтому не могу вам точно сказать, насколько это все получается. Фотографии изделий именно цветные. А вот схемы, они черно-белые. Такие, знаете, как отсканированные. Сейчас я пытаюсь найти хоть одну схемку, чтобы вам показать что-нибудь интересненькое. А тут, насколько я помню, в конце книги все схемы есть. Вот даже вот, например, в конце книги есть вот такие вот цветные схемы. Чем вам... вот заменить тут цветовые сочетания, чем вам не модный узор, например. Вот это, чем вам не модный узор. 1986 года книга. И здесь в основном идут попетельные описания. Тут нету схем. Тут есть только попетельные описания. Вот схемы, какие есть здесь. Вот они, малинки знаменитые. Очень красивый вот этот узор мне нравится. Я вам так бегом показываю. И вот эта книга, которую я не отдам тоже никому ни за что и никогда, это просто раритет для меня. И книга, в которой, если я захочу, я найду, наверное, самый классный узор. Возможно, и в других книгах эти узоры встречаются. Здесь есть также про набор, про прибавление, про убавление, как правильно делать, как захватывать правильно петли, как закрывать, как набирать. Тут все-все-все есть. И это все настолько просто объяснено. То есть, если вот, допустим, в книгах... Я еще хочу сделать книгу алгоритмы... Алгоритмы вязания на спицах или что-то такое. Я подпишу или фотографию вставлю, как выглядит эта книга, потому что я, к сожалению, забыла. Вот мне интересно, как там описано именно это вязание. То есть, если там настолько ясно и подробно, как написала Максимова, то просто респект и уважуха. А вот эта книга, это просто кладезь знаний для меня. Именно вот с 7 лет я с этой книгой вместе вязулькала. И первые свои узоры, и первые свои какие-то шапочки, костюмчики для кукол. То есть, это все было взято из этой книги. Так что для меня эта память просто навсегда. Буду хранить эту книгу. Она у меня аккуратно стоит на полочке. И думаю, что с ней ничего не случится. Так что еще на 20 минут я продлила это видео. Влог, наверное, получится очень насыщенным и большим, потому что и на природе, и везде, и то, и все. И пятый, и десятый образцы вам показала. Но надеюсь, вам было очень интересно его посмотреть и повязать под него. Кстати говоря, я зашла недавно в статистику своего канала. И хочу вам сказать большое спасибо, что ставите лайки и подписываетесь на мой канал. Это очень продвигает мой канал, мотивирует меня снимать новые видео. И каждый раз, когда я смотрю, что количество подписчиков увеличивается, я думаю, блин, стало на одного человека больше. Мы уже как маленькая деревушечка. Нас уже почти 3000 человек. И я очень этому рада. Мы такая местная вязальная банда. Чуть не прослезилась, когда это говорила. Ладно. Придется заканчивать это видео. И сегодня я буду монтировать это видео. Как раз таки в пятницу и в субботу вы уже сможете повязать под него, попить кофеек и насладиться. А эту неделю с вами была я, Даша. Желаю вам побольше вязальных продвижений. И хотела вам сказать, вот по скриптам такое небольшое включение. Я могу на следующей неделе пропасть. Я скорее всего сниму видео о готовых работах. Но если я пропаду дней на пять, не переживайте. Не ищите меня, так сказать. Не пишите мне в инстаграм Даша, ты где? Я в следующую пятницу буду сдавать государственный экзамен. Я выхожу на дипломирование. И вот после государственного экзамена у меня как раз таки начнется написание диплома. Я надеюсь, что во время написания диплома я как раз таки смогу снимать видео. А вот сейчас у меня есть неделя как раз таки на подготовку к ГОСам. У меня есть нужно вызубрить и быть готовым их отвечать в следующую пятницу. Так что не теряйте меня, держите за меня кулачки, пожелайте мне удачи. Если вы досмотрели до этого момента. Чтобы у меня было все хорошо и я смогла сдать этот государственный экзамен. Потому что я его жутко боюсь. Так что спасибо еще раз вам большое за просмотр. Увидимся с вами в следующих роликах. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok